Привет, просветители! На днях я наткнулся на забавную статью сайта Viateachers. Let me speak from my heart in English. 20 самых странных родительских просьб к учителям. Звучит хайпово, но на самом деле не очень, скорее грустно. Список разлетелся по непрофильным ресурсам и в комментариях, естественно, обычные неучителя. Люди неучителя вполне закономерно засомневались в реалистичности некоторых историй. Нормальный человек до такого никогда не додумается. Нормальный нет, а вот родители с чудинкой? Да. Ну, те звездочки каждого родительского собрания, считающие, что их ребенок один в классе. Мои любимчики. Я понял, что на многие пункты из этого списка у меня есть история из своего опыта. Тот неловкий момент, когда все адекватные люди считают, что подобный бред в жизни не происходит, а ты... Бывает и покруче. И я решил ими поделиться. Важное уточнение. Если бы мне не довелось поработать классным руководителем, лучшее решение в моей жизни. Я, кстати, сам вызвался. С большей частью этого бреда я бы, пожалуй, никогда не столкнулся. Наверное. Но это не точно. Дело в том, что в сознании некоторых, подчеркнем это слово, родителей, классный руководитель, особенно пятиклашек, это человек, подтирающий сопли и меняющий горшки. Грубо как-то получилось. Нянечка. Вторая мама или второй папа. Поэтому то, что ты бы никогда не вывалил на условного учителя математики, ну это явно не его дело. Попросить у Павла Викторовича? Не вопрос. Ну а кого еще? Получил сообщение от родителей, которые попросили проследить за их дочерью. Их волновало, что она ест в школе слишком много яблок. Что там было про яблоки и докторов? У меня было круче. Мама одного ученика попросила меня проследить за тем, чтобы ее сын не покупал в столовой никакую вредную еду. Оставим в стороне вопрос присутствия в школьном буфете сомнительных сладостей. Господи, благословите батончики со сливочной начинкой. Это единственное, что я успевал съесть после своего седьмого урока и перед дополнительными. Мне до сих пор интересно, как я должен был за этим проследить. У меня свое расписание, у ребенка свое. Мы, если что, в разных кабинетах. На перемене мне нужно следить за порядком в классе и коридоре. Поднимите руку, кого постоянно назначали дежурным по этажу. Мне, Гошеньку, его звали не Гоша, не волнуйтесь, ни один Гоша не пострадал. Нужно было за ручку водить или к своему ремню прицепить? Ой, как будто сложно у столовой постоять. Одна из мам оспаривала плохие оценки, выставленные ее ребенку. Она заявила, что он просто недостаточно пил воды в классе. Это вызвало обезвоживание, а оно уже стало причиной неуспеваемости. И тут же нашла выход. Попросила учителя следить, чтобы ее ребенок выпивал всю воду из бутылки, которую она дает ему с собой в класс. Кстати, о воде. Открываем тетради, записываем сегодняшнее число. В смысле сейчас лето? Это летняя школа. На следующей строчке лабораторная работа. Нет, переписать будет нельзя. Но если заучу не понравятся ваши оценки, то можно. Итак, дано три фильтра воды. Иванов, будь, пожалуйста, аккуратнее. Из этих трех кувшинов только аквафор Прованс А5 выполнен из ударопрочного оргстекла, который выглядит как стекло, но при этом гораздо прочнее и легче. Если ты уронишь два других, лабораторная для нас на этом закончится. В каждый кувшин установлен новый картридж, и все подготовлено по инструкции. Синицына, ты же не забыла? Мы здесь за чистоту научного эксперимента боремся. Налили обычную водопроводную воду. Нет, пить ее не стоит. Теперь добавляем метиленовый голубой и ржавчину. Метиленовый голубой – это стандартный тестовый раствор, который в лабораториях используют для проверки качества угля. Все потому, что молекулы его похожи на молекулы пестицида – опасного яда. И добавляем в каждый кувшин. Итак, записываем результаты. Первый фильтр – вода зеленоватая. Второй – мутноватая. Третий – а это фильтр «Аквафор Прованс А5» – вода чистая. В чем же дело? Дело в том, что особый состав начинки модуля позволяет дольше и эффективнее очищать воду от вредных примесей и посторонних запахов и привкусов. Можете сами убедиться. А еще уже очищенная вода дополнительно обогащается магнием, который полезен для сердца и сосудов. В смысле, не помнишь, как значок магния выглядит? Давайте посмотрим, что внутри у фильтров. В этих двух сорбента мало и начинка сразу развалилась. А здесь начинки много и она держит форму. Ну-ка, Скворцов, скажи нам, какой из экземпляров показал лучший результат? Правильно. «Аквафор А5». Садись. «Пять». Дома переходим по ссылке в описании и получаем скидку 15% на фильтр «Кувшин Прованс А5» по промокоду Остапов. Урок окончен. Мама ребенка, в группе которого в детском саду я работала воспитательницей, была возмущена тем, что я не учила его одеваться. Пожаловалась, что из-за моей халатности она тратит слишком много времени дома на сборы ребенка. Мне вот предъявляли, что я не учу детей вежливости. Павел Викторович, а вы объяснили моему сыну, что со взрослыми нужно на улице здороваться? Ну, даже не знаю. Объяснил я вашему сыну в средней школе, что нужно со взрослыми людьми здороваться? Одна мама написала мне письмо и попросила каждый день отправлять ей текстовые сообщения с домашним заданием сына девятиклассника, чтобы она могла без проблем все контролировать. Заодно она попросила не давать ее ребенку заданий в групповых проектах, потому что он очень одаренный, а вот в других детях она сомневается. Вот про смс с домашним заданием просто максимально жизненно. Уважаемые родители, напоминаю, что у нас есть электронный дневник. Кстати, когда я работал, эта шайтан-машина реально неплохо справлялась со своими обязанностями. Все учителя вносят домашнее задание до трех часов, иначе мы получим попопки от зауча. Поэтому все, что должен сделать ваш ребенок к следующему уроку, всегда известно. Собрание закончилось, началось веселье. Город засыпает, просыпается мафия. Павел Викторович, а вы можете мне задание смс-кой скидывать? Ну, все бывает, может у человека проблемы с интернетом, дневник не открывается. Не, все гораздо проще, ответ меня просто убил. Мне лень в этот дневник заходить. Я если б не сидел, то сел. А мне смс-ки отправлять плевое дело. Вы же у меня одни. Нет, такие фрукты правда в единственном экземпляре. Проблема очень многих людей, и это естественно не только школа касается, заключается в том, что им просто наплевать на чужой труд. Ну, точнее, это уже не их проблема. Это проблема окружающих. Родители попросили меня не хвалить их ребенку за успехи в школе, заявив, что это задает ему такую высокую планку, которую невозможно все время удерживать. Ну, тут все зависит от того, как хвалили. У меня вот была обратная ситуация. Мне разрешили бить ученика. Прощай, монетизация. Ко мне пришел отец шестиклассника, и с абсолютно серьезным лицом заявил, что их семья не против, если я буду использовать на уроке линейку или ремень. Перед уходом он еще раз повторил свое предложение, типа, это была не шутка, все в ваших руках, давайте наладим дисциплину. Потому что их сын, цитата, другого языка не понимает. И мне в этот момент так грустно стало, потому что это не единичная ситуация. Нет, ну, с предложением использовать ремень, ко мне обращались максимум раза два, три, ну, четыре. Чаще речь заходила о розгах. Многих детей все еще воспитывают кулаки и подзатыльники. Ну, меня били и вырос нормальным. Только вот, может, это не благодаря, а вопреки? Да и по поводу нормальности вопрос открытый. Я понизил оценку за тест ученику, которого поймал на списывании. Вечером мне позвонил его папа и попросил больше так не делать, потому что это испортит табель. Тут оценку за списывание понизили, а я за диктант четверку поставил. Уточню, из-за ошибок. Так в тот же день в школу прилетела бабушка и заявила, что нам четверки не нужны. Господи, сколько раз я слышал эту фразу. У вашей внучки будет возможность переписать. Не-е-е. Нам изначально четверки не нужны. А, понятно, сразу же пятерку ставить. Глупый я. Мы с классом уезжали на весь день на экскурсию. Попросили всех родителей дать детям с собой обед. Одна девочка пришла без еды. Пока мы еще были в школе, я позвонила ее маме и попросила завести ребенку поесть. Мама ответила, ой, ну просто по дороге на экскурсию купите где-нибудь суши. День экскурсии. Все с рюкзаками с едой. Машенька, назовем ее Машенькой, без рюкзака, но зато с денюжкой, которую она мне протягивает и заявляет. Мам сказала, что вы мне что-нибудь на свой вкус купили. Так, ребята, вы пока здесь все постойте, а мы с Машулей быстро в пятерочку сгоняем. Я веду уроки английского. Среди прочего мы, естественно, читаем. Обычно это не вызывает вопросов, но недавно я получил обращение от мамы, которая просила освободить ее дочь от чтения, потому что у девочки и без того много уроков, и внеурочки в школе. До такого у меня не доходило, но домашнее задание одной из учениц, по русскому языку, это на всякий случай не поделка в первом классе. Хотя я считаю, что и поделки должны выполняться исключительно детьми. Идея, что вместо ребенка учится вся семья, ну, такое себе. Так вот, домашнее задание выполняли мама с бабушкой. Причина – дочка сильно устает. И я согласен, проблема загруженности детей – не шутка. Но если вы русский и математику делаете за ребенка, результаты, скорее всего, будут соответствующие. На всякий случай уточню. Не очень хорошие. Родители попросили меня в пятницу вечером провести внеклассное занятие для их ребенка, чтобы он смог починить компьютер. Я преподаватель литературы, если что. Мама одного старшеклассника хотела, чтобы я научил ее сына основам гигиены. В списке значили чистка зубов, использование дезодоранта и хорошие манеры. Про манеры и зубы не знаю, а вот научить математике – просили. Каждую пятницу я оставался в школе просто до победного. Часов до девяти вечера. Тетради, подготовка к следующей неделе, отчеты, папка классного руководителя. И в принципе достаточно часто, не только по пятницам, ребята приходили ко мне в кабинет делать домашнюю работу. Ну, любили меня ученики. Ну, я во всяком случае надеюсь. Иначе я просто не знаю, для чего они еще приходили. В пятницу же некоторые успевали сходить домой, поесть, погулять и вернуться в школу. А вам цветы надо полить. И вот часов в семь распахивается дверь, на пороге, скажем, Сережа. Мам сказала, чтобы я делал домашнюю работу вместе с вами. Вспоминаю, что я им ничего на понедельник не задавал. Я, в принципе, никогда на выходные не давал заданий по русскому языку. Дети тоже должны отдыхать. Да, знаю, не самая популярная мысль. И вот Сережа достает из рюкзака тетрадь и учебник, внимание, по математике. Мам сказала, что вы мне все объясните. Возможно, это был комплимент. Но отправлять ребенка к учителю русского, чтобы тот объяснил ему математику, в этом что-то есть. А самое веселое, что это был не единичный случай. Меня вот прям точно так же просили не только математику объяснить. Я вообще преподаватель широкого профиля, оказывается. Мама моего ученика попросила сделать уроки по математике не такими частыми. По ее мнению, математике достаточно один или максимум два раза в неделю. Ведь математика навевает на ребенка хандру. Не надо его расстраивать лишний раз. Ну вот тут мне крыть нечем. Русский у меня отменить не просили. Слава богу. Значит, какой делаем вывод? Правильно. Список сплошное вранье. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Большое спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok